Привет, мои друзья! Привет, мои хорошие! Сегодня мы с вами поговорим о Феоне Ослике и Замудрёной. Вы знаете, я вчера побывала на её стриме. И хочу сказать, что она очень смелая женщина. Она ответила на все вопросы, которые задавали ей неравнодушные зрители. Я очень была в восторге от того, что человек расставил все точки над «и». И что мы услышали? А то, что Замудрённая стала нелюбимой дочерью после того, как она открыла свой канал и выпустила первое видео. И мамочка ей ответила, что в Ютубе каждый сам за себя. Странно, но почему она выбрала сторону младшей криворотой своей девочки, я не знаю. Криворотой, кривоглазой, кривоносой. Я не знаю, как ещё назвать этого человека, который просто убил семью. Она убила свою семью. Замудрённая сказала, что отношений нет никаких и быть не может. И объяснила, что её выгнали из дома в 18 лет. Но она всё равно общалась и ездила к маме. Когда ей мать сказала, что в Ютубе каждый сам за себя, у Замудрённой поднялся сахар. И она решила, что больше туда не ногой. Вы представляете, что пережила эта прекрасная женщина. Ведь действительно очень красивая. Вот это гены. Я в восторге. Какой кошмар, какой кошмар. Вот эта Фиона, это же монстр. Монстр во плоти. Такое сотворить со своей семьёй, уничтожить отношения матери и других детей, это просто преступник. И этот преступник называет своих подписчиков гоблинами, всех заблокировал, натравила на меня своего модератора, клоуна и кулинара с инструментами, довела до абсурда, довела до того, что у нас были написаны взаимные заявления в полицию. Это вообще что такое? А ведь я, как обзорщик, сделала обычный рядовой обзор, как и на другие каналы. Да, конечно, почему-то никому не нравится, когда я делаю обзоры. В основном не нравится. Пишут гадости. Но и всегда приходят те, кто говорит, да, вы правы, нас заблокировали за малейшее отступление от их правил. То есть, если ты задал какой-то не тот вопрос, даже тебя блокируют, и всё. И таких людей у каждых каналов много. Но когда я сделала первый обзор на канал Фионы и Ослика, ко мне прибежали не просто один-два, а тысячи людей с похожими фамилиями и начали меня просто проклинать. Я уже делала видео про это. У меня есть это видео. На нём 50 тысяч просмотров. То есть, люди смотрят. Конечно, продолжают проклинать. Но после того, как я озвучила в следующем видео, что человек купил две квартиры в Краснодаре, и после того, как эта Фиона подтвердила, что она купила квартиры в Краснодаре, этих людей с похожими фамилиями просто слезало языком. Сейчас редко кто-то приходит, редко напишет там пару проклятий, ну и как бы и всё. Понимаете? То есть, эта часть семьи Фионы очень завистливая, очень. И я даже не представляю, когда они приехали к ней в гости, эти сёстры по линии отца, они вроде были искренни, но я сомневаюсь, что они не обзавидовались. Они же теперь знают и о квартирах, и о миллиардном заработке этой мадмуазели, мадам Брошкиной, и то, что она их так приняла. Может быть, они ожидали, что им будут накрыты прекрасные столы, скатерть, самобранка, а им показали дулю, что даже ничего не убавилось в морозильной камере, хотя это было преподнесено, что к нам едут гости, к нам едут гости, но гости съели только то, что привезли сами. Конечно, это не просто ужас, это просто кошмар на улице Вязов. И как я уже говорила в одном из своих видео, что девочку в 18 лет действительно просто выгнали из дома, выдав замуж. Да, хорошо, сейчас они живут прекрасно, у них прекрасная семья, они привыкли работать и зарабатывать, они не надеются ни на какой Ютуб. Кстати, говорят, что в марте закроют Ютуб, но у нас-то каналы маленькие, мы ничего и не получаем, в общем-то, там пару сотен долларов получили, как бы нам нечего терять, а вот Фионке-то с Осликом потеря будет очень существенна. Ютуб закроют, и лавочка прикроется, вот поэтому она рвет и мечет, и рвет свою опу на немецкий флаг. Вот, мои дорогие друзья, поэтому она так себя и ведет, она просто в панике, потому что уже все знают, что проблемы с Ютуб есть, и я думаю, что если такие проблемы, то всем нам будет кирдык-пердык, как говорит Фиона Фианита, но ей-то кирдык-пердык будет очень существенный, и придется ей вернуться к клубнике, ну или на худой конец лук, растить и продавать, как ее сосед. Так вот, мои дорогие друзья, я еще раз хочу вам напомнить, что действительно, эта семья просто выгнала мудреную-замудреную 18 лет, и вчера на стриме они сказали, что первый раз она услышала от своего мужа признание в любви после 10 лет совместной жизни. Вот так вот создаются семьи по традициям восточных стран. Нам это непривычно, и слава Богу, что эта семья потом полюбила друг друга, и сейчас они прекрасно живут, любят друг друга, у них внуки и дочки. Я очень за них рада и счастлива, и очень жалею ее, просто вот как сестру жалею, потому что такое услышать от матери, такое услышать от матери, это такое горе. И то, что мать сказала в недавнем видео, как она любит семью лохматико-лемурчика, что это лучшая семья, с которой она дружила в своей жизни, и что она любит ее, как дочь, и что она любит лемурчика, и любит детей лемурчика, и любит мужа лемурчика. Это вообще... Слава Богу, что у замудреной опять не повысился сахар. После таких слов я считаю, что Фиона просто заставила мать сказать такие слова, чтобы просто-напросто убить свою сестру. Но слава Богу, что она крепкий орешек, и больше не собирается впадать в панику, она живет своей жизнью. И что я еще услышала, что где-то Фиона написала, что ее сестра умерла. И замудреной были присланы эти скрины. Вы представляете? Вы представляете? Это же просто ужас. И, конечно же, замудреная сказала, вот я жива, вот. Как бы они не хотели ее похоронить, как бы она не старалась и не заставляла мать говорить такие гадости, я думаю, что Елена еще переживет ее, потому что она живет правильной жизнью, питается правильно, ведет себя правильно. А это наша Фиона Фионита запойная, запойная. Она опять пропала на несколько дней, и когда она появится, я просто уверена, что она будет снимать. Арчи, Арчи, снег, о, снег, машина едет. Ой, машина остановилась. Да, Ослик, да, Ослик. Я думаю, что видео будет именно таким, а каким еще других видео у нее не бывает. И, конечно же, я слежу, каждый день делаю скрины ее двух видео с кулинарного канала. Так что я, Фиона, слежу за тобой, а потом я сделаю видео. Так что эти видосы ты не накрутишь. Как только ты сделаешь накрутку, я сразу же это вычислю. не такая, как обычно, да, взрыв там в один, в пару дней, а идет именно проплаченная, как обычно, накрутка, потому что действительно видео смотрят в первые сутки, ну, и потом как бы чуть-чуть, может быть, рост просмотров, а у нее прямо растет и растет, по 10 тысяч, по-моему, прибавляется, чуть ли там не в полдня, представляете? Ну, то есть, идут накрутки, и я все это выставлю, я сделаю, может быть, какое-нибудь без звука или там с музычкой какое-нибудь видео, где будут скрины, скрины ежедневные, сколько же там просмотров, насколько они увеличиваются, ну, там за какое-то определенное время, пока мне не надоест. Вот, мои дорогие друзья, короче говоря, ужасная, ужасная семья Фионы, мама поет под ее дудку, но я считаю, если мама способна была вот так сказать своей старшей дочери, что в Ютубе каждый за себя, каждый за себя, но почему же ты, мама, не за себя, а за Фиону, почему ты за Фиону, как тебе не стыдно? Значит, как я и говорила, я была права, что мама приспособленка, что она бросила своего первого мужа и пошла за богатого, успешного, с карьерным ростом мужа отца Фионки, и поэтому она и сейчас живет той же жизнью приспособленца, вот ей надо присмыкаться перед своей дочечкой, ну, может быть, да, и любимой, может быть, а как еще это назвать, или просто живет, ее все устраивает, кормят, поят, ничего не делает, вот лежит на своей кроватке, спинка болит, но ничего, зато все вокруг ее устраивает, но я не знаю, как может устраивать то, что она спит со своей внучкой в одной кровати, да еще под одним одеялом, для меня это вообще шок, шок, столько площади, дом-то не маленький, но не нашлось уголка, чтобы бабушка жила своей жизнью, пускай маленькая комнатка, но своя, что хочу, то и делаю, нет, бабушка живет жизнью маленькой девочки, которая еще при этом красится косметикой из литуаль, это просто капец, котенку, вот больше никак не скажешь, вот так, мои дорогие друзья, больше никак не скажешь, а на этом я хочу сегодня с вами попрощаться, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, что вы думаете по этому поводу, а еще я хочу напомнить, что мой канал развлекательный, все совпадения случайны, выражаю свое личное субъективное мнение, рассказываю вам художественный рассказ, мои дорогие друзья, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok